МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня многократно и строго одергивали на тему того, что о мертвых либо ничего, либо хорошо. На самом деле, хотелось бы напомнить, в оригинале эта греческая поговорка звучит так. О мертвых либо ничего, либо всю правду. Вся правда же заключается в том, что Владимир Вольфович Жириновский на протяжении трех десятилетий старательно служил всем разновидностям власти, которые существовали в Российской Федерации, преследовал их интересы, никогда не забывая о своих интересах и о собственных карманах. 29 лет Владимир Вольфович Жириновский провел в стенах Государственной Думы, а значит, он в ответе фактически за каждый провал, за каждую неудачу и, в общем-то, за все результаты, которые есть в этой стране, начиная с 1993 года. По сути, Жириновский возвел в ранг идеи отсутствие каких-либо принципов. Помните, как он поддержал ГКЧП и буквально через три дня сам себе выписал выговор за ошибочное политическое решение, Жириновский в разные годы и в разные пропорции смешивал патриотизм и оппозиционность, мороча слабым умом людям головы и взывая их к каким-то совершенно идиотским, иногда завиральным действиям. В итоге Жириновский делал главное для властей. Он оттягивал на себя всех тех, кто хоть сколько-нибудь сопротивлялся приятию тех идей, которые трактовались партиями власти, всеми вот этими нашими домами-россиями, всевозможными едиными россиями и так далее, и так далее. В конечном итоге принято считать, что именно Жириновский подготовил вот эту почву для оголтелого милитаризма и шовинизма, который сейчас охватил всю нашу страну. Собственно, казалось бы, со стороны глупой или какие-то истеричные заявления Жириновского, на самом деле они ведь готовили общественное сознание к тому, что произошло в дальнейшем. А я говорю о том, что призывы помыть сапоги русских солдат в Индийском океане в конечном итоге обернулись Крымом, Осетии, Грузии, Приднестровьем. Ну и теперь вот специально военные операции на Украине. Я действительно не разрываю вот эти вот события, хотя, конечно, Жириновский не вел за собой полки и кавалерийские отряды, но тем не менее он провел не менее смертоносную, не менее опасную работу в обществе, мороча голову людям на протяжении десятилетий, уводя их в сторону от реально конструктивных размышлений. И, в общем-то, вот этим самым он служил власти. Но в последние годы Жириновский уже не просто служил, он уже прислуживал, исполняя прямые задания из Кремля, ну, взамен на конкретные пряники, либо на должности для своих протеже. Я говорю о всевозможных губернаторских должностях и должностях поменьше. Останется ли на плаву либеральная демократическая партия России без Жириновского, мы поймем в ближайшее время, но по моему прогнозу, что в ближайшей перспективе, конечно, они по инерции, как курица с отрубленной головой, будут все еще бегать по политическому полю Российской Федерации, но в отдаленной перспективе, конечно, партии грозит увядание и исчезновение. На какое-то время, возможно, их роль достанется эсерам, но тут, конечно, таланты господина Миронова, да и его команды ни в какое сравнение не идут с тем, что было у Жириновского, потому, конечно, здесь тоже прямой преемственности быть не может. В общем, наверняка с партией ЛДПР, с партией Жириновского, с партией одного, по сути, человека мы в этом случае прощаемся. И еще немного о депутатах, и в данном случае о депутатах региональных, депутатах госсобрания Курултая Республики Башкортостан. Только за истекшую неделю мы потеряли четверых депутатов госсобрания. И здесь речь идет вовсе не об арестованных Чувилине или Мансурове. Это четверо депутатов госсобрания, которые добровольно сложили свои полномочия. Наблюдатели и аналитики в среде госсобрания говорят о том, что это связано исключительно с тем, что эти депутаты не пожелали предоставлять декларацию о доходах и сведения о своих банковских счетах. Судя по всему, эти счета оказались в зарубежных банках, которые, в свою очередь, оказались на территории недружественных нам государств. Четверо депутатов госсобрания, депутатов от «Единой России» выбрали для себя банковские счета. А вовсе не счастье Родины и не нужды народа, о которых они так жарко обещали заботиться, когда избирались на свои посты. Вот, собственно, суть партии власти, суть этих людей, которые заключены в ней внутри. Три люди на 30 серебряников меняют счастье и будущее своего народа. Я, конечно, в определенном смысле иронизирую. Мы еще увидим массовый исход вот этих вот людей от власти, которые будут всякими путями убегать, спасать свое нажитое непосильным трудом. Но не у всех это удастся, я точно знаю, потому что государство и Владимир Путин лично принимают все усилия для того, чтобы не допустить исхода своих бывших соратников из страны, тем более с нажитыми капиталами. Совершенно феноменальная история приключилась на прошедшей неделе, буквально вчера, в пятницу в Санкт-Петербурге. Наш с вами земляк Артур Дмитриев. По-моему, он был пиар-менеджером какого-то ресторанного сообщества Уфе. Так вот, он предпринял какую-то совершенно феерическую акцию в городе Санкт-Петербурге. Казалось бы, сначала акция ничего такого из себя не представляла на какой-то невзрачной картонке. Артур Дмитриев написал довольно длинную путанную фразу, протестующую против войны. Вышел на улицу, но и, естественно, был немедленно задержан правоохранителями. Господин Дмитриева препроводили в участок, где он провел ночь, а наутро его отправили в суд. И в суде, рассмотрев факты, представленные полицией, о том, что гражданин Дмитриев демонстрировал на улице вот это высказывание, написанное на картонке, суд и судья Петербургского суда Мамина немедленно вынесло решение о виновности господина Дмитриева в очернении вооруженных сил Российской Федерации, действующей за рубежом, и присудило господину Дмитриеву штраф 30 тысяч рублей. Ну, на самом деле, подобных событий в России в последние месяцы-полтора происходит масса. Ничего такого необычного в этом нет, если бы не текст. На самом деле, текст был прямой цитатой из выступления Владимира Путина 9 мая 2021 года на параде в Москве. Ну, вот так получилось. При том, что фраза эта, мы ее не будем воспроизводить по известным причинам, ведь теперь она признана зловредной, экстремистской и запрещенной. Так вот, фраза эта не была выдернута из контекста, не была сокращена и никоим образом не была оккупирована. Она полноценная, длинная, довольно-таки корявая, но полностью против войны. Окей. Что теперь делать? Совершенно непонятно. Во-первых, гражданина Путина, наверное, надо было бы призвать соответчиком вместе с Артуром Дмитриевым. Ну, окей, если суд не счел это необходимым, то теперь возникает еще несколько вопросов. Первое. Повсеместно ли запрещено теперь цитирование вот этой фразы Владимира Путина? Ну, все-таки прецедент имеется, а решение суда, напомню, у нас имеет силу закона. Второй вопрос. Будет ли Владимир Владимирович Путин участвовать в судьбе Артура Дмитриева хотя бы на предмет оплаты штрафа? Ну, 30 тысяч – невелика, конечно, сумма, но, в принципе, 15 тысяч Владимир Владимирович мог бы подкинуть Артуру. Ну, и следующий такой более фундаментальный вопрос – это вообще про высказывание Владимира Путина. Уже вчера «Медуза» опубликовала выдержки из речей Путина разных лет на 9 мая. Ну, практически все они подходят под эти критерии Санкт-Петербургского суда о запрете и признании их экстремистскими очерняющими вооруженные силы Российской Федерации. Что же теперь делать? Не цитировать Владимира Путина или все-таки найти какое-то решение? Например, выпустить инструкцию о том, что, например, вот до такой-то даты все высказания Владимира Путина могут быть истолкованы как экстремистские и очерняющие вооруженные силы Российской Федерации, а после этой даты уже нет. Или конкретно указать, вот эту вот цитату нельзя использовать, эту можно. За 22 года правления Владимир Владимирович наговорил, ну, очень много. Помним, да, он нам обещал не повышать пенсионный возраст, он нам обещал не трогать текст Конституции. Все это зафиксировано, все это есть на видео, на аудио и так далее. А как же быть с цитированием? Если сейчас это начать цитировать, это как? Это будет оскорблением там чьих-то чувств и прочего? Не знаю. Владимир Владимирович даже просился в НАТО, вот, о ужас, но так действительно было. В общем, конечно, за 22 года есть что вспомнить, и теперь с этим что-то надо делать, потому что уже суды напрямую признают прямые цитаты из Путина зловредными и антироссийскими высказываниями. Дела в колхозе и шли плохо. То есть не то, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать, что хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже. Ну, как ничто лучше вот эта цитата из Войновича иллюстрирует то, что происходит сейчас в Уфе. Ну, мы уже слегка запутались, например, когда же все-таки началась стройка века на Комсомольской. Это вообще какой-то памятник уже в Уфе, вот эта вот стройка, а вернее глубокая реконструкция. Однако, если покопаться в документах, статьях и упоминаниях, мы поймем, что строительство это и реконструкция это начались аж в 2019 году. Теперь власти нам клятвенно обещают, что к 30 июня 22 года ремонт улицы Комсомольской будет завершен. Но, глядя на то, что открылось взору после того, как растаял там снег, верится в это с огромным трудом. Ну, некоторые горячие головы даже предположили, что территория и прилежащая территория к улице Комсомольской подверглись либо бомбардировке, либо каким-то теракторам со стороны ВСУ или солдат НАТО, потому что, ну, иначе объяснить вот то, что сейчас, как сейчас выглядит улица Комсомольская, достаточно сложно. Я понимаю, что это ирония и даже отчасти злая ирония, однако на самом деле я действительно не верю, что к 30 июня завершатся все полностью работы. Ну, возможно, удастся скрыть какие-то недочеты и недоделки. Однако я все-таки уверен в том, что правоохранителям сейчас нужно обратить пристальное внимание на деятельность компании господина Латыпова, которая была подрядчиком на этом объекте. Надо обратить внимание лично на самого Латыпова, чтобы он куда-нибудь не съехал раньше времени, раньше того момента, когда к нему возникнут вопросы по поводу вот этой реконструкции. Вообще, конечно, то, что происходит на улице Комсомольской и на бульваре Ибрагимова в Уфе, это яркая иллюстрация того, как команда Хабирова и вся конструкция, которую они создали, справляется с долгосрочными проектами. Вот с этим у них все очень нездорово, и я не желаю, но опасаюсь того, что господину Латыпу все-таки придется присоединиться к господам Комлеву, Бадикову, Беляеву и Кучербаеву, потому что я почти уверен в том, что по улице Комсомольской возникнет огромное количество вопросов как у правоохранителей, так и у жителей города Уфы. 2 апреля этого года произошло обрушение кровли учебного центра ОДК ОМПО. Здание торжественно вводили в строй в присутствие Хабирова, Мениханова и даже Сердюкова всего лишь в августе 2021 года. Ну, очевидно, построенное из навоза и веток инновационное чудо не простояло даже года и похоронило под своими обломками 223 единицы дорогостоящей высокоточной технологической техники и 150 единиц крупногабаритных станков. Следствие, конечно, идет, следствие будет выяснять, но, пожалуй, что и без следствия уже понятно, что что-то неладно в королевстве Хабирова. Многое в этом королевстве прогнило и подгнило, в том числе, видимо, и крыша. Новый мэр Уфы все-таки вляпался в свой первый скандал. И я говорю о переселении жильцов аварийного дома по улице Жукова 5-1 в дом по улице Современников номер 4. Примерно месяц назад раздали ключи от квартиры в этом новом доме, раздавал их Мавлиев. Было какое-то споратическое недовольство тем, что не всем раздал лично Мавлиев ключи, но тогда это все объяснили ковидом, дескать, нефиг собираться в толпу. Вроде как вскричали женщины ура и в воздух, кем чепчики подбросили, однако, суть к всему, слишком рано они это сделали, потому что через месяц выяснилось, что дом на улице Современников оказался ничем не лучше, чем дом на улице Жукова. По стенам побежали огромные трещины, разошлись какие-то там примыкающие швы и начали отваливаться подъезды от самого дома. В общем, стало все очень не здорово. Жители в Азапиле забегали и заохали, Мавлиев приехал с комиссией, выяснилось, что дом надо было достраивать до конца, строил его изначально ФРЖС. Собственно, и тревога, кстати, жителя была вполне себе обоснована. Эта история, она иллюстрирует не столько самого Мавлиева, сколько его окружение и неспособность его вовремя и адекватно оценить, что ему там подсунули. Ну, очевидная подстава, очевидная попытка выставить в лучшем свете то, что давно выглядит в худшем. История с домом Жукова 5 дробь 1 длится аж с бытности Качкаева еще мэром. Города, соответственно, непосредственно Мавлиев ни к строительству, ни к расселению никого в отношении не имел. Мог бы и не пиариться, но, видимо, без попутал. Ну, вообще, аналитики сейчас, рассматривая деятельность Ратмира Мавлиева, отмечают некоторую нерешительность и, в общем-то, непоследовательность в его действиях. Ну, может быть, она объясняется юностью персонажа, может быть, тем, что он пытается вникать в то, что происходит. Но, впрочем, немного освоившись, в кресле градоначальника господин Мавлиев приступил и к долгожданным кадровым перестановкам. После проверки контрольно-ревизионным управлением муниципального учреждения «Горзеленхоз» Мавлиев попросил, как говорится, на выход гражданина Емилова, который этот «Горзеленхоз» возглавлял уже более 10 лет. Ну, собственно, господин Емилов безуспешно озеленяет город Уфу и вполне себе успешно озеленяет собственные карманы все 10 лет. И, наверное, просьба или требования Мавлиева вполне себе закономерна. Забавно то, что господин Емилов вообще-то претендовал даже на некий кадровый рост и очень-очень хотел занять место господина Угарова. Вилорий Петрович может теперь расслабиться, потому что до этого господин Емилов предпринимал достаточно многочисленные и во многом эффективные действия в отношении Угарова, в части его дискредитации и так далее. Но у Угарова много есть вопросов, которые ему можно задать за столько лет, соответственно, наверное, до конца расслабляться ему не стоит. Но Давлятов на фоне многочисленных скандалов, которые сопровождают его практически постоянно и повсеместно, не прошел на эту должность. И, как ни странно, на эту должность попал Сергей Кожевников, который с 2015 года возглавляет администрацию Калининского района. Как написали некоторые аналитики, это вообще решение не по-башкирски, потому что Кожевников ни друг, ни одноклассник, ни собутыльник и даже в хоккей вместе с Мавлиевым не играет. И вот назначается на такую высокую должность. Прямо как-то вот не по-хабировски. На прошедшей неделе меня от души позабавило часовое интервью, которое зачем-то взял канал «Аспекты» о беглого соратника Хабирова и бывшего председателя общественной палаты Ростислава Мурзагулова. Битый час, всклокоченный и бледный Мурзагулов доказывал, что вопреки мнению большинства, он вовсе не обслуживал самые низменные, самые отвратительные потребности каждого из руководителей Башкортостана, начиная от Рахимова и заканчивая Хабировым, а оказался и был глубоко законспирированным агентом либерального движения. По словам Ростислава, он регулярно вытаскивал из тюрем либералов и препятствовал их массовому задержанию. Ну, правда, он люто ненавидел и преследовал Навального и все, что было с ним связано, но вот либералов, оказывается, вытаскивал из тюрем. А также, по словам Ростислава, он противостоял черносотинцам, нацикам, ваххабитам и фашистам. Ну, да, мы помним его ненависть к экстремистским и запрещенным Башкортом, но в остальном, как бы, вот это все не проглядывалось. Очень смешно было слышать о том, как Ростислав, как он выразился, втихаря, но вместе с Андреем Назаровым, открыл в Уфе коммерсант. Ну, правда, Ростислав забыл сказать, что тут же передал этот коммерсант своему верному Стрижневу, а Стрижнев надежно и постоянно контролировал этот коммерсант. Также, втихаря, но уже без Назарова, Ростислав поддерживал эхо Москвы в Уфе. Ну, это вообще была партизанщина. А еще Мурзагулов давал разрешение на концерты неблагодарного фейса, которого вчера признали, кстати, иноагентом. Этот фейс отплатил ему черной неблагодарностью. И вообще, Мурзагулов, оказывается, удерживал страну изнутри в цивилизованных рамках, но, как он сам признался, не удержал. Остапа, как говорится, очень несло. Если бы Мурзагулов не использовал междометие как бы примерно 1054 раза за время этого интервью, возможно, что оно было бы и покороче, но, как говорится, не случилось. Он, в частности, ушел и в какие-то обобщения общеполитического характера, заявив, что идеальной страной, оказывается, теперь, когда он перебрался в Испанию, он считает Российскую Федерацию при Немцове, Хакамаде и Кириенко. Что теперь нас ненавидит весь мир. А русский паспорт – это такая красная тряпка, которую лучше всего сжечь. Что он продолжает считать Куштау и события вокруг Куштау незначительным холмиком. Защиту самих шаханов он считает спланированной акцией по отжатию завода. По отжатию завода у его друзей в пользу его недрузей. Защитников же Куштау Мурзагулов продолжает считать или проплаченными боевиками, или наивными идиотами. Много Ростик рассказывал и о Хабирове, о человеке, которого он всегда позиционировал как своего ближайшего друга, соратника и наставника. Разговаривал и рассуждал Мурзагулов в общем о власти в России. В общем, вот что он наговорил. Что теперь Россия – это авторитарное государство, и его ждет неминуемый крах. Ростику стыдно за нашу элиту и всю нашу российскую власть. Как будто бы сам он не был плоть от плоти этой власти. После того, как умерла Людмила Алексеева, по словам Ростика, которую Хабиров, опять же, по словам Ростика, боялся как огня. Так вот, после ее смерти, и после того, как сам Мурзагулов перестал быть проводником для Хабирова в мир либеральной мысли, он, Хабиров, окончательно одичал, увлекся милитаризмом, стал любить 23 февраля и бороться с фашизмом даже там, где его нет вовсе. Тех людей во власти, которые делят людей в России на своих и чужих, Ростислав теперь считает врагами не только России, но еще и всего мира. Как быть с тем, что сам Мурзагулов и Хабиров до сих пор тщательно и постоянно делят людей на своих и чужих, я не знаю. Что уж там принюхалось Мурзагулову в Испании до того, что он вот настолько сменил свои позиции, я тоже не знаю, но тем не менее он вот так заявил. Завершилась оценка ситуации России, Ростислав высказыванием о том, что Россия уже совершила все возможные ошибки и, собственно, он даже не знает, как их справлять. Рассказывал Мурзагулов и о своей тяжелой эмигрантской доле. Ментально, как он заявил, он все еще живет в республике Башкортостан и он очень не хотел оттуда уезжать, но ему настоятельно посоветовали. А если бы он не уехал, то Ростислав уверен в том, что он, дословно цитирую, неминуемо превратился бы в очаг сопротивления. Конец цитаты. Непонятно, кому собирался сопротивляться Мурзагулов, либо своим пристрастием, либо своим привязанностям, не знаю. Кстати говоря, он оговорился, что ему очень не хотелось сопротивляться властям Российской Федерации на территории Российской Федерации, потому вот получилось так, как получилось. Живется, по его словам, Мурзагулову в Испании тяжело. Но вдвоем с Ульянкой Трегурчак они вынуждены выживать на 9 тысяч евро в месяц, так как больше 300 евро, по словам Мурзагулову, банк ему в день не выдает. Но это, конечно, ужас. 9 тысяч евро на двоих в месяц, это буквально сущие копейки. Хотя многие в Испании живут на доходы в 2-2,5 тысячи евро в месяц и, в общем-то, не считают себя бедными. Ростик вообще очень обижен на Россию, считает, что уволили его по навету и никаких заговоров он не плел, а очень даже хотел помочь Хабирову и так далее. Я не знаю, зачем бегающий из страны в страну бывший российский чиновник Мурзагулов пытается убедить кого-то в том, что он почти ныльцин Мандела, ну или как минимум Фредерик де Клерк. Но есть что-то такое, что очень беспокоит Мурзагулову. Может быть, он беспокоится о том, что испанские власти начнут расследовать происхождение его капиталов, откуда взялись деньги и вообще, что он делает в этой замечательной стране. Хотя я подозреваю, что у него есть вид на жительство, возможно, еще какие-то есть опасения, но не просто так появилось вот это интервью. Также я не удивлюсь, что буквально вслед за вот этими громкими заявлениями Ростислава последует признание в партизанщине со стороны какого-нибудь Шома Валеева, Зульфии Гайсиной или еще какой-нибудь нечисти, которая переполнила, собственно, сейчас подступы к башкирской власти. Но действительно это будет неудивительно, потому что эти люди поняли, что сейчас наступает момент, в который нужно определиться какого-то цвета, какого-то запаха и какого-то внешнего вида, чтобы потом можно было на это опереться. Потому что время на то, чтобы перекрашиваться и переобуваться, как это любят делать тот же Шамиль Валеев, остается все меньше и меньше, и надо бы поторопиться. Продолжение следует... Также вы можете присылать вопросы в комментариях вот под этим нынешним, сегодняшним видео. Все они будут просмотрены, и я постараюсь на большинство из них ответить. Так что завтра увидимся, услышимся. Завтра в 9 вечера, 56-й стрим Открытой политики. Завтра в 9 вечера, 56-й стрим Открытой политики. Завтра в 9 вечера, 57-й стрим Открытой политики. Позвольтой политики. Завтра в 9 вечер, 56-й стрим Открытой. Продолжение следует...